Ефим Капелян – талантливый советский актер-самородок, который мог безмолвно передать историю своего персонажа, ему было достаточно взгляда и жестов. Всесоюзную славу артист получил благодаря ролям в кинокартинах «Неуловимые мстители» 1967 «Интервенция», 1968 «Судьба резидента» 1970 и «Вечный зов» 1973. Всего в кинокопилке Капеляна около 90 киноработ и почти столько же работ дубляжа. Ефим, родившийся 30 марта-12 апреля 1912 года в городе Речице Минской губернии, был самым младшим из шести братьев в семье лесоруба и домохозяйки. Отец и все его сыновья очень хорошо рисовали, включая и Ефима, которого все же больше занимало чтение. После окончания школы парень устроился в местный кинотеатр, рисовал афиши. Проработав там год, 17-летний юноша отправился в Ленинград, где устроился на знаменитый завод «Красный Путиловец» на должность слесаря. Зарплаты едва хватало на оплату съемного жилья и еду, но парень не роптал и вскоре стал студентом архитектурного факультета Института живописи. Понимая, что надо искать подработку, так как он не мог позволить себе даже самую необходимую одежду и обувь, студент постоянно штудировал объявления и однажды увидел, что в Большой драматический театр требуются молодые люди для массовки. Там, естественно, тоже платили сущие гроши, но вскоре на талантливого парня обратило внимание руководство театра, которое и уговорило его вступить в труппу. В итоге через два года Капелян решил бросить институт и поступил в студию при БДТ, окончательно осознав, что хочет посвятить театру всю свою жизнь. Нередко партнершей молодого Ефима была актриса Татьяна Певцова, и вскоре между ними вспыхнула любовь не только на сцене. В 1935 году 23-летний актер женился на коллеге. Их брак продлился всего пять лет, и актер не любил о нем вспоминать, так как с самого начала совместная жизнь с Татьяной была далеко не идеальной. Мало того, что супруги не понимали друг друга и имели совершенно противоположные взгляды абсолютно на все, так они еще и бешено ревновали друг друга. В 1935 году 23-летний актер женился на коллеге. Их брак продлился всего пять лет, и актер не любил о нем вспоминать, так как с самого начала совместная жизнь с Татьяной была далеко не идеальной. Мало того, что супруги не понимали друг друга и имели совершенно противоположные взгляды абсолютно на все, так они еще и бешено ревновали друг друга. Уже после развода с первой женой, 28-летний Капелян дебютировал в эпизодической роли в фильме «Боксеры» 1941, а также в ленте «Танкер Дербент» 1941. Ефим получил еще несколько интересных предложений от кинорежиссеров, но их планы нарушила ВОВ. Капелян сразу пошел на фронт добровольцем, а вскоре его назначили служить во фронтовом театре народного ополчения. В 1943 году актера демобилизовали, и он снова стал выступать на сцене «БДТ», которому будет предан до конца жизни. Ефиму Захаровичу были подвластны абсолютно любые жанры, за что актера обожали не только зрители, но и режиссеры. Интересно, что второй раз артист женился в мае 1941 года. Его избранницей вновь стала коллега по БДТ, актриса Людмила Макарова. Она очень любила вспоминать о дне свадьбы, и Фим, приглашая ее на свидание, попросил захватить паспорт и сделал предложение около здания ЗАГСа, на фонтанке. Свою заботливую, нежную и ласковую Людочку Эфим до конца жизни любил так же сильно, как и в самом начале их отношений. Актер не раз признавался, что встретил женщину, о которой мечтал с юности. В 1948 году у супругов родился единственный сын Кирилл, который впоследствии стал известным театральным актером. Семью Капеляна всегда ставили в пример, ведь супруги никогда не ссорились и вместе преодолевали любые невзгоды и житейские трудности. Несмотря на то, что они много работали, их сын никогда не был обделен вниманием родителей, за плечами Макаровой около 60 киноработ, правда больше в фильмах-спектаклях. Эфим после съемок и спектаклей всегда спешил домой к жене и сыну. Кириллу он помогал с уроками, а также выполнял все мужские дела по дому. Также надо было успевать поработать на даче, которую любящие супруги использовали не для отдыха, а по прямому назначению. В итоге ближе к 60 и организм актера, не выдержав эмоциональной и физической нагрузки, начал давать сбои, в основном Капеляна беспокоило сердце. В 62 года у Ефима Захаровича случился первый инфаркт, и врачи посоветовали ему отправиться в санаторий, что он и сделал. 6 марта 1975 года в санатории Мельничный ручей, что под Ленинградом, у актера вновь случился инфаркт. Но местные медики уже ушли на предпраздничные выходные, скорую пришлось вызывать из города, но она опоздала. Людмила тяжело переживала потерю единственного супруга, с которым была счастлива 34 года. Тогда она и не думала, что через 40 лет ей придется хоронить и единственного сына Кирилла. Людмила Иосифовна прожила долгую жизнь и покинула этот мир в 92-летнем возрасте, 30 мая 2014 года. Даже не верится, что в 2025 году будет ровно 50 лет, как с нами нет великого артиста, прекрасного мужа и отца Ефима Капеляна. Продолжение следует...